Добрый день. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, Игнатий Тихонович. Я слушаю вас. Ну что, я два раза выходила с вами на связь. Вы меня помните, не забыли? Конечно. Я каждый день слежу за вами. Я три недели мучаюсь, Игнатий Тихонович. После второй встречи три недели. Ужас, что происходит. Мучаюсь, страдаю. Что-то не могу сама себя вытащить. И хочу сказать следующее. Что я даже ходила на лечение. Пять дней ходила на системы. У меня, видимо, на нервной почве. И то, что плакала, не справляюсь. И у меня века прям вот это свисло немного. Но сейчас всё восстановилось. Трудно мне, Игнатий Тихонович. Не знаю, что делать. Я настолько начинаю понимать, что я, наверное, не справлюсь. Во-первых, мама начинает себя уже по-другому вести. И она немножко начинает активизироваться. Не в положительную сторону, а, наоборот, в отрицательную сторону. Иной раз такие вещи говорит. Так поступает. И я устала физически. Действительно, вот жалуюсь. Стыдно, что жалуюсь. Вам, получается, на весь мир жалуюсь. Я не знаю, что мне делать. Я уже сказала, говорю, мам, я до Нового года с вами буду. Но потом пусть приходят другие родственники, сыновья, сестра. Я, говорю, уже устала. Я морально устала. У меня уже, говорю, нет сил. Она неспокойная. Она не может лежать. Десять минут не может лежать. Если она уснула, вот, слава богу, там, сорок минут она подремала, еще хорошо. А так она десять минут лежит, даже семь минут лежит. Подними меня, я ее посадила. Она три минуты посадила, поклади меня. И вот так без конца. Вот если я вот так говорю, кто-то подумает, что я преувеличиваю. Вроде как мать осуждаю. А вот Людмила приходила, помогала. Там знакомая, я просила ее, потому что на систему уходила. Я до четырех часов в поликлинике была. И Люда говорит, Наташа, как ты справляешься? Какая она у тебя, говорит, суетная? Какая она, говорит, суетная? А у Людмилы моей маме девяносто три года. Вот. И она говорит, ну, моя мама, говорит, не так. Она, говорит, более спокойная. Как ты, говорит, справляешься? А я говорю, вот, я бы справилась. Все. Я, мне кажется, вот, если бы я еще знала, что вот эти родственники мои не приходили бы, чтобы я их не видела бы, они еще вот на нервы мне действуют. Я не знаю, вот, как мне поступить. Вот, даже не знаю, что мне делать. Хорошо, говорите, говорите, я слышу. Я в тупик захожу, при том, что я молюсь, читаю Святое Писание, Псалтырь. А вот что-то меня беспокоит. Получается, Игнатий Тихонович, я одна иду против всей этой бури. И мне вот в этой семье против этой бури, которые все беззаконники, и мне трудно, моего молитвенного слова не хватает. И я не знаю, что мне делать. Отказаться от матери, я знаю, что она не сможет с ними жить. Я это знаю, но я уже не могу. Я не знаю, как быть. Вот просто не знаю. Я вот эти три недели, я не выходила, почему с вами на связь. У меня просто было ужасное состояние. Просто ужасное. Ну, вы это понимаете? Понимаю. Ну, а вы думаете, что вы будете когда-то лежать вот так же? И так же к вам будут относиться? Я такой хороший, понимаю. Написано, не пренебреги отца, когда... Библия говорит, не пренебрегай отцом, когда и память он будет ослабевать в разуме. Да вот я чего и боюсь за это. И понимаю, вроде как, это вражина, наверное, все-таки, да, он одолевает. И слава Христу, что я молитвы читаю, святое писание, в Бога верую, сильно верую. Ну, вот такие вещи говорю, потому что я обычный человек, я несовершенство. Поэтому у меня такие мысли, слова иногда, вот я их выпускаю. И вот сейчас я ухожу, я же домой прибежала переодеться, пойти в аптеку, купить там памперсы, лекарства, продукты взять, пенсию мамину получить и пойти все это закупить. И я говорю, мам, ну не вставайте, Хреста Бога, ну не вставайте, лежите. Она, я говорю, ну сейчас я уйду, вы упадете, вы будете на полу же валяться. Это уже не первый раз. Она язык себе прикуси. Я говорю, мам, да я бы его сто раз себе прикусила, но это не спасет ничего. И она, вот, так говоришь со мной, я не грублю, не дерзю, а вот в ней какая-то ярость появляется. Она говорит, будут у вас, будете вы так лежать. Я говорю, мам, ну вы кому говорите? Мне, той, которая возле вас днем и ночью, я говорю, семью оставила ради вас, квартиру, семью, я у вас здесь сижу днем и ночью. И все, вот это слово, Игнатий Тихонович, и у меня ярость внутри начинается. Если бы хоть бы промолчала, может быть, вот этими ее словами меня Господь, наоборот, пытается смирить. А у меня внутри вот это вскипать начинает. И все, я думаю, для чего это лечение, и только что я лечусь, спокойствие все равно нет ни грамма у меня. И знаю, поэтому у меня страх Божий, я боюсь. И мне Саша тоже может говорить, давай, говорит, до Нового года, а там пусть, говорит, родственники приходят. Так тоже, говорит, дело не пойдет. Я говорю, Саша, ну как я ее отдам им? Я же знаю, что она с ними не сможет, что это будет просто ад у нее. Он говорит, ну а ты как? Я говорю, я не знаю, я вот сейчас стою в тупике, и я выхода не вижу. Я никогда не думала, что так может быть, Игнатий Тихонович. А у меня-то сын один, мне рассчитывать не на кого. Это, слава Христу, у меня нас четверо, у мамы. Так, давайте по порядку начнем, чтобы время зря не тратить. Вы ко мне сюда позвонили с какой целью? С какой целью сказать, что я не справляюсь, Игнатий Тихонович? Я не оправдала ваше доверие, мне стыдно. Вы мне сказали, что я справлюсь, а я вот такая, бестолковая. Ну только сказать и все. Больше у вас ничего нету ко мне. С этим попросить. Совет, Игнатий Тихонович. Совет один. Давай начнем сначала. Ты сказала, я верующий, крепко верующий. Хорошее основание. Господь говорит, отвергнись себя, возьми крест и следуй за мною. Себя не отвергнусь, это определенно. Второе. Крест не берешь. И следовать за Господом ты не можешь. Не обманывай самой себя. Какая ты христианка? Не чужая тетка лежит. Я знаю, такие вот у нас в деревне, даже у них родители все здоровые. Так они из дома инвалидов взяли, берут. Которые парализованы, под себя ходят. И они выхаживают, они начинают ходить. И еще живут несколько лет. Притом молодые люди. Это сильно мешает. А другие такие, подошли к батюшке и говорят, батюшка, мы пришли у вас благословение взять. Он говорит, какое? Да вот у нас мама лежит, говорит, и бабка там не помирает, не еще. Благословите нас, отравите ее. Ой, Господи. Ну, что вы ее-то? Даже если не сказали, ну, внутренне-то вы бы рады были, что она умерла. Нет, Игнатий. Нет, нет, сейчас не надо, не надо. Меня подправлять не надо, я на вас смотрю. Вы что считаете? Мне же не пять лет. Вы сразу остановитесь. Это ваш крест, и вы его сбрасываете. Я не могу, я там то-другое. Что вы не можете, когда весь мир больной и ухаживает? Возьмите, парализован лежал Сергей Козлов. Семнадцать лет мать ухаживала за ним. И когда его не стало, она слезы все выплакала. Он полностью, представь, два метра дубина такая лежит, и только одно плечо вот так шевелится. И кем он стал? Лучший иконописец во всем мире в интернете. Дальше мы познакомились, сколько у него роликов было. Конечно, мое влияние считается большое было не него, но у него все сразу изменилось. Я поехал туда, это не где-то в Воронеже. Батюшка поехал еще с одним священником. Крестили его. Там сделали с салафана, как корыто такое покрестили. Вы еще стонете-то, ничего нету. Вас арестовать надо сегодня. Арестовать? Не кормить? И там, чтобы крысы по вас бегали. И сказали, еще одно слово только скажешь, но, мать, не выпустим отсюда. Ты привыкла жить в этой комнате, тепло, тебе не надо дробь заготавливать. Так, за квартиру заплатила, хорошая должность, и чужие судьбы решала. А теперь к своей тебе никуда не годная. Ты совершенно непригодная. Слушай внимательно. Я с вами живу не рядом. Мне бояться вас не надо. Да что вы, Наталья Стивенович? Я пойду, чтобы вы меня отлистали. Была бы статья, говорит, а человек найдется. Так, Лена, успокойся. Наталья, я говорю, успокойся. И ничего особенного у вас нету. Теперь, вы слушайте, вы пришли все-таки совета ждать. Я вам скажу, все записывай. И тогда будем говорить. Во сколько она встает? Вы полностью все записываете. Ей не надо говорить об этом. Во сколько она встает? Когда на двор ходит? Что вы ей даете пить? Что у ней нужно, а что не нужно? А что она попросит, то и на. Этого нельзя делать. Человек больной в разуме, вы ограничите ему. Мало воды, давай, сколько потребно. А она невменяема. Она не так скажет. Не так, пожалуйста, скажи, в дом инвалидов. Можно позвонить, скажи, поезжай туда. Вы должны ей показать, что вы любите ее. У вас этого нету. Ни на лице, ни в делах. Притом ничего такого она не сделала еще. Теперь, она сама с койки может слазить? Нет. Нет. Вы предупредите, над койкой натяните вот так, как веревка, чтобы она могла браться, маленько подтягиваться. Покажите, ноги у нее затекают. Сделай, чтобы она, вот как мы ездили в дороге-то, мы проехали 120 тысяч километров, и там, где залазить, я сделал так, чтобы из портянок связал, мягко было. Ноги задерут, вот так, чтобы ноги не болели, они у меня не отекают. Ну, я так и делаю ей. Ну, хорошо так делайте. Дальше. Вы должны это делать с лаской. Вы ухаживаете не за матерью, вы ухаживаете за Христом. И вы не хотите, чтобы с вами Христос был. Вы еще не понимаете, что с вами делается. Господь говорит, посетили меня, болен был, навестили, а вам навещать не надо нарядом. Что вы делаете? Вы насчитали 25 глава Евангелия от Матфея, это пересчитай несколько раз. Господь, которому места во всей Вселенной нету, миллиарды галактики, он всюду, везде, бесконечный Бог. И он говорит, посетили, меня посетили. Навестили, то вы в тюрьму не можете пойти, а вы еще не знаете, что там делается. А вы в своем доме, свободная, своя постелька у вас, своя чашка, и вы такой стон издаете, что подумать надо, мученицы тут, а не человек, награжденный Богом. Он к вам вошел в квартиру, Христос. У вас абсолютно неправильное восприятие того, что возле вас. Это не мать только ваша. Это Христос пришел к вам. И вы ропчете против Христа. Он знает ваши силы. Считайте 1 Коринфян, 10 глава, 13 стих. При увеличении страданий, какие человеку, и увеличивается сила, которую Бог дает, чтобы мы могли перенести. У вас ничего нет непереносимого. Замолкни, что больше нигде никому не говорило, как я одна. Ты радуйся, старайся так как-то незаметно делать, чтобы никто не посягал. Это сокровище ваше. Мать больная, это Христос, это ваше сокровище. Кто-то скажет, ну ладно, Наташа, ты уже устала, дай я заберу. Никак не отдавайте. Ни под каким видом. Это ваше, ваш крест. Вцепись в него так и ни шагу никуда. Подойди ее, когда будет. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. Кто это поет? А? Толкунова пила. А? Толкунова пила? Ну, конечно. Поговори. О чем-нибудь поговори. А ты о Христе поговори. Мама, вот там ты раньше могла бы мне сказать. Припомнит она, что-то у нее на память придет. Ты давай ей работу. Чтобы она работала мозгами. Сама рядом сядь, возьми, Евангелие считай. Не особо время-то было. А то тебя дергать уже начало. Ничего себе. Достукалась. Я тебе дам. Прости, Христос. Игнатий Тихонович, я хочу сказать правду. Вот у вас глаз очень воздушевно. Вот вы чувствуете, все понимаете. Но я правда хочу сказать. Вы, наверное, почувствуете правду в моих словах. Я ее очень люблю. И вот все, что я делаю, я делаю с большой любовью. Она мне ходить стала. Мы с ней ходим по квартире. За ручки я ее держу. Мы в туалет ходим. Она сидит на унитаз по-большому. Но все по-маленькому делаем в памперс. Я вот понять не могу, почему во мне проявляется агрессия, когда я от нее агрессию. Вот это меня почему. Я не могу понять, что происходит. Как только от нее злое слово изойдет, как в нее что-то вселяется. И у меня сразу и я на дыбы. Но я не ругаю ее. Я не кричу на нее. Я просто как-то спокойно. Но мы разговариваем с ней. Я читаю псалтырь, Святое Писание, Любую там главу или книгу беру Она рядом, она слушает Она слушает Так чего же вам надо-то? Что вам надо еще? У вас уже все есть Даже она с кровати сходит и ведете А то говорили, она не сходит Не сходила, сейчас сходит Она не встает сама Поставьте себе задачу Поставьте к дверям, даже родственники приходят Вы можете сказать, повидались и все Чтобы у них даже мысли не было забрать, мать Ты за это главное держись Без нее ты в рай не войдешь Представь, есть такое, так же За больным ухаживал, ну и потом где-то сдал Краю подошел, ему показано было Он говорит, а где твой этот Груст-то, где твой крест? Да всем невозможно, он там матерится или что-то Иди И теперь он взял ее на закорке и принес Ты одна не войдешь в рай без нее Ты поставь тебе такую задачу И ты увидишь А теперь Ты можешь получать деньги, ухаживая за матерью Там есть закон такой Кто ухаживает, получает что-то Получает Не хватает Я говорю, если не на что жить Вы знаете, что пост уже начался Молосного ей ничего не давайте Никогда не мясного Никогда Делай то, смотри Из чего у нее, чтобы правильная была Переработана пища Мало того, перейди на сухари Не давай этого хлеба простого Я держу пост А ей нет Она вот кушает Она через каждый час кушает Ей кушать, кушать хочется И я вот, чтобы посытнее Я вам сказал Повторять не буду Зачем вы идете на поводу у человека Который потерял разум и здоровье Зачем вы ему делаете хуже Определенно четко Продуктом, чтобы она нигде не подходила Не прикасалась Ты сама ее приготовь Только то узнаю, что можно Растительное масло можно добавлять Кроме среды и пятницы Вам можно Что-то рыбное там Котлетку маленько Раздели ее на 10 частей Никакой сладости лишней не давайте Ей это не надо А есть что-то там Ягоды какая-то, настойка Ну, не алкогольная Там немножко дайте ей Сократите ей в несколько раз меньше Ей это не надо Она никуда не тратится Зачем вам тратить зря? Ей вредно это Желудок в лежащем положении Он не может правильно переразбовать Клапаны все в обратном направлении работают Вот у витебского профессора Ну, это в Кургане он Он первый начал говорить После еды два часа не ложиться А если кто не согласен, выписывает Два часа Вот поставь такой И поэтому ее повыше маленько Чтобы голова у нее была Там подушки, что наложить Чтобы не замокло только Ну, думай, сама смотри Это твоя награда от Бога Ты всю свою жизнь будешь рядом перебирать И у тебя по-другому было А теперь, вот видит Господь Твой отход может быть Через неделю умрешь Поэтому приготовься к этому Буквально обними и не отпускай ее из рук Это моя награда Ты должна смотреть на нее, как на Христа Тогда у тебя будет по-другому Она сказала не так Господи, а что же в этом она сказала грубо Это для меня Запиши себе, что она сказала Ты потом сама будешь искать эти записки Тебе Господь через нее многое уже сказал А ты мимо пропустила Да, это Игнатий Тихонович Ну вот, на, на Пощепурилась тут Я поэтому хочу прям к вам приехать Мне нужна строгость И я снесу от вас все, Игнатий Тихонович Потому что я, наверное, балованная Я последняя И вот Да, наверное, все-таки Мне поэтому Вот за эти 10 месяцев Я уже начала пищать Ну я Я же говорю, я бы все снесла Вот почему-то грубость я не могу снести Вот почему не могу понять Почему я на грубость реагирую грубостью А потому что ты свое не отреклась я А я не отреклась Поэтому тебе именно такой врач нужен Потому что Господь говорит Кто не отрекся себя Не взял крест Не достоин меня Ты не ходи бесполезно А ты я христианка Подожди Если христианка Тебе разницы нет Кто тебе говорят Как писал Пушкин Хулу и хвалу приемли равнодушно Не оспаривай глупца И хулу и хвалу приемли равнодушно Вот и все А вас ты же мне сделали Я не знаю, что во мне такое Ты женщина Тебе занять и ухаживать Я знаю У меня знакомый был один брат И он ухаживал за чужими бабками Из-под них все выгребал руками Молодой парень и женатый Вот какое А тут главное Своя Тем более родная Да понимать тебя бы не было Ты что делаешь Разве можно это так Сказала где-то слово Она говорит Не она может быть Господь дает Допуск сатаны Чтобы худые слова В ваш адрес Чтобы как-то вас смирить Вы не смиренные И вы понимаете Что это вот она такая А это вы Она ради вас делает Ради вас страдает Она ваше бремя несет Это ее крест Это ваш крест Она взяла на себя И вас по-другому не проймешь Везде уважение Перед вами на цыпочках На цырла ходят А тут вот теперь ты ходи Как вы все четко говорите Иван Стихович Я работаю с людьми Представьте Начальник детского лагеря 48 лет Полвека Я работаю с заключенными 18 лет Иду из камеры в камеру Мне доверие полное Ни одному Кто приходил Сейчас этого нету Все отсекли Со студентами Больше 20 лет Все слои населения Мне знакомы полностью Я знаю Как к каждой душе подойти Я молюсь Вы с нами Будьте на молитве Пощаще Вы бываете Тут я вижу Но не всегда Всегда да Я то что на работе Через два часа Через два часа молитва Так На работу не ссылайся Никогда А то потеряешь ее Доверься Богу Это твоя награда Ты как мать Запиши себе Что я говорю Не просто так Я потом Профессию Видео И запись сделаю Да Мать Это ваша награда Больная награда Слова которые Говорит это Вам нужно Чтобы они проникали До внутренности Потому что Вы не отреклись Сами себя Вы первый шаг В христианстве Не сделали Первый шаг Еще не сделан Вами А она вас Заставляет Это сделать А вы упираетесь Стоите Сейчас борьба идет Вы не видите Духовные силы Какие скопились Вокруг вас Вы знаете Игнатий Тихонович Я Как бы понимаю Что когда я молюсь И к Богу Обращаюсь Прошу у него Терпение И смирение А потом Как бы я прошу А мне это Господь Как он Просто он так же Мне не даст Вот он мне дает Такими ситуациями И я это понимаю Но я не могу понять Как мне внутри Закрыть там Глаза Чтоб обиды Обида же она вообще Быстро вскипает И всякие другие качества Потом от нее Негативные проявляются И вот чем больше Я прошу смирения И терпения И вот Я и получаю От Бога Пока Я вот Я знаю Я все понимаю Ну вот видите Мне нужна с вами беседа Вы меня простите Но я вот Вы мне глаза открываете Надеюсь Что Если мне дадите возможность Следующую беседу Я думаю Что я Исправлюсь Игнатий Тихонович Давайте Я попытаюсь сегодня Сбросить это Вячеславу Наш разговор И он может его Быстро выставить И вы его тогда Себе будете смотреть Смотри Наташа Не играй Твоя душа В великой опасности Мать может внезапно Умереть А ты такая Осталась Со самолюбкой Эгоисткой Ты умрешь Со своим я Со своим я В царство небес Не пролезьте Ты должна Все свое Отбросить Это именно мне А мама сказала Она страдает Из-за меня Да как же Сколько время Упустила Смотри Чтобы родственники Не забрали ее Прям молись об этом Это твоя награда Еще раз говорю Они могут Сатана может Сейчас так расположит Они любят Двоем Троем брать Не отдавай Ты так Ты засохнешь Такой Какой ты есть Эгоист Несчастный Спасибо Христос Спасибо вам Огромное Мой дорогой Что бы я без вас Сделала Вот мне наверное Господь Бог Вас Навел на эти пути Потому что Он уже заведомо Знал что я буду С мамой И мне Конечно Для этого Сейчас он Нас и приготовил Чтобы мы поговорили Не вздумай На меня обижаться Обида Не христианское Качество Не христианское А на меня Она не действует Никак Я давно У меня вообще Никогда этого не было Никогда Другое дело Когда человек Мешает делу Господню Тут я могу встать И ответить С оружием Браво Что Игнатия Тихонович Да После первого Я ваше первое Видео увидела После того Когда я Послушала это Вика Макарская Сказала Про Игнатия Тихоновича Лапкина Она там Разговаривала С кем По-моему С Головиным Или с кем Не помню С кем она Разговаривала Говорит Вот есть такой Лапкин И я записала Где-то прошло Какое-то время У меня душа Прям просит Мне надо Я захожу На Игнатия Лапкина И есть видео И я первое Видео ваше Посмотрела Завтрак ваш И все Игнатия Тихонович Я как увидела Все Вот Правда говорю Что все Я прям Стала ваше Видео смотреть Слушать И вот так Попало Получилось Что я попала Вот к вам Я вам позвонила Тогда Вот слава Христу Что Вы меня услышали Приняли В свое сообщество И я мечтаю Приехать к вам Я эту мечту Держу Игнатий Тихонович Я знаю Что будет строгость А мне это надо Игнатий Тихонович Мне это надо Видите Иногда пишут Где-то там Про меня столько писали Там Газеты И телевидение И фильмы снимают Сейчас в интернете Примерно 250 роликов Против меня Против Все собирают Из моих роликов Нарезку всякую делают А меня это не касается Я каждый день У меня новая Вот сейчас Один ролик Мы записали Я еще Сегодня мы все это Советуемся тут Я прошу еще Комиссию даже составить Еще чтобы ролик Посмотрели Чтобы претензий не было Тема опасная Но нужная Опасная Опасная Но я говорю Абсолютно На материалах Как историк Да Об Адольфе Гитлере Полную характеристику Я все фильмы Все книги Все пересчитал И сейчас показываю Разбивая жизнь Во всем главная ошибка Где еще такое было Были такие правители Почему его народ Я на все вопросы могу ответить На любой И однако все еще Уже просмотрено Несколько раз Я сегодня говорю Соберите таких-то людей Чтобы они просмотрели ролик Чтобы Ютуб К нам не имел претензий А вы помолитесь об этом Еще раз Сейчас только просмотрел Закончил Ничего нельзя придраться Но они могут Потому что я говорю О таких вещах О которых Люди ходят рядом И не видят И не знают Я 14 лет отдал Этой теме Масонство Мировое правительство Будущие судьбы мира Меня за это судили Меня вел Курировал Арестовывал Подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович И он говорит Я открыл кабинет А там несколько было задействовано Отделов Мойной занимались 12 кандидатов наук только У меня серьезнейшие были дела Я говорю Тут слышал Какой разговор идет Вы там считаете где-то Я скорее дверь закрыл Потому что придется отвечать За то, что я слышал Подполковник В КГБ Наше время Ну 80-е годы И он понял это Насколько это опасно Что я говорю А я прямо открыто говорил Да, меня посадили Да, я отбывал Но я реабилитирован Кроме того Мои материалы Аналога не имеют В мировой литературе Вообще Почему Своим Я ничего не называю Вот сейчас Бог дал мне уже Трех человек Которые помогают Мои стихи озвучить А стихи Это не два слова У меня четыре тома стихов По 800 страниц Четыре тома И каждое стихотворение Девять куплетов По четыре строчки 36 строчек И эпиграфы из Библии И это все за 9 лет Люди-то не знают А что это Я говорю Пушкин за всю жизнь Не написал Вместе с Лермонтовым С Некрасовым С Блоком У них меньше за всю жизнь А как Я этого не знаю Я в литературном институте Когда читал стихи В Москве Спрашиваю Как вы темы эти берете А я показываю Вот где темы У меня угол красный Во время молитвы У меня как красная строка Проползает Вот так проходит Я не вижу Я чувствую ее А у меня с собой Лежит пачка Тут ручек Как рандаши И бумага Я сразу начинаю записывать Одна строчка Молюсь Бывает на молитве Два раза Это два стихотворения Уже всего Их поют Они настолько сложны С тройным подтекстом Называется Экстраполяция Из времени Во вреную форму Как это Не знаю И вы можете зайти На моем Я сейчас скину Еще раз вам Вы видели Как мастера слова Считают Как и букву Ползут И картинки идут Это Бог делает Еще раз говорю Это не может Никто сделать Никто Пачка бумаги Пятьсот листов Вот такая Так это Пятьсот Семь пачек Друг на друге лежат И их все До одной Отверху До низу И ни одной Поправки нету Этого не бывает Никогда Одно стихотворение Пушкин Десятки раз Защеркивает Я пишу На чистоту Вот я иду Допустим Я могу Людей остановить Кто-то Знакомый О чем Вы сейчас думали О чем А меня спроси Я в любой момент Могу ответить О чем я думаю У меня то проповедь Слагается То цитирую Писание Притом Вплоть до запятой У меня все Складывается Если бы Мои мысли Мысли Изображались На бумаге У меня бы Сто томов Еще было Это особая Милость Божия Поэтому Сказать проповедь Там или что Перед Богом И своим Я ничего не считаю Это Милость Божия Избрание Я должен вести себя Так как Подобавит И поэтому Тяжесть Что на меня Нападают За два с половиной года Я занес Черный список Шестнадцать тысяч Человек Которые на меня Нападали Тысяч Это больше Чем полная Военная дивизия Не считая Что там Столько роликов Там две с полной сотни Ничего Ничего Все нормально Работает У меня все время Новинка Новая Новая Вот пришла Соронюк Наталья Это новая Это тема Тема Потому что Некоторые Еще болеют Есть А мы с вами Хорошо поговорили Запомни Только ни в коем разе Не обижать Это абсолютно бесполезно Я не реагирую Никак на обиды И надо сказать Жестко А другой жестоко Добавляет букву А это разница большая Жестко Да Потому что Самая жесткая Фигура Это треугольник А четыре Он вот так вот Паралепипед Получается Поэтому С верой Во святую троицу С надеждой на Бога Переводя все В духовный план Я вот считаю Стихотворения Которые там Мои стихотворения Насчитывают Мастера слова Я первый раз Их вижу Я никогда Их не видал Понимаете как Один приехал Священник И говорит Вы в какую-то газету Что-то пишете Православную Я говорю Нет Не пишу Раньше писал И печатали все время А вот такое Стихотворение Знаете И начинает читать А священник Это родной брат Епископа Я говорю Нет Я не знаю Ну Нотки такие Звучат Что я хотел бы А он тогда Открывает И там написано Лапкин и Гнать Обычно Это что Воруют у кого-то А я от своих Отказываюсь Настолько Когда я писал Я даже не вникал В эту суть Рука двигалась Без усилий Это настолько Выше моего Уровня образования У меня же нет Ни религиозного Образования Ни гуманитарного Я считаю Я позову Скажу Володя Послушай Просчитай еще раз Я начинаю слушать Ну настолько Это выше Моего уровня Развития Это Бог сделал Поэтому я сразу Благодарю Господи Люди находят это Они через это Обращаются Примерно 85 стихотворений Положено на музыку Исполняются Поются Это не мое Поэтому мое То что вот Я с вами разговариваю И это тоже Бог дал Си Христос А я ведь Игнатий Тихонович Минут 4-5 Вот так ходила Позвонить Игнатий Тихонович Не позвонить Думаю сейчас позвоню Ну с чем я выйду Выйду со своим Вот этим Ничтожеством Что я сделала Ну ничего я не сделала А потом думаю Позвоню Пусть Игнатий Тихонович Жестко мне скажет Что во мне не то Что надо Я знаю что надо Сама не могу справиться Я прям Стыдно было звонить сейчас Но набралась смелости И позвонила Так Разрешаю Я обычно Разрешаю Звонить Мне один раз В две недели Вам разрешаю Каждую неделю Звонить С четырех Москвы Ночью до четырех дня По Москве С четырех до четырех Ну если меня нету Ну увидите Я здесь или нет Я за скотиной Тут ухаживаю Хожу У меня скотина какая Воробьи Жуланы Тут под окном Вон они Тут куча У меня стол Там кормежка для них Отдельно собака Сидит Чемпион России Которая с нами Едила ураган Там кошки Голубям надо слазить Тут вот один заболел Я все ухаживаю У меня работа тоже есть Вы знаете Вижу ваши ролики И все знаю Ну вот так Вы никогда не забывайте Поминать нас в молитвах Перед Богом Чтобы то что мы делаем Враг не попортил Потому что бывает Натравливают Там где мы находимся Людей Много Которые Не нашего уровня И не нашей веры Но они могут Что-то сделать Но Бог Милует Мы молимся За администрацию Всех ресурсов Где Исай Где Ютуб Где что Что Бог их благословил Поэтому И мы знаем Их правила Стараемся нигде не нарушать Да и как нарушать Умышленно Я в это верю Что говорю Я очень верю Священного Писания И мне не надо Доказывать Там перевод Неправильно Это лучший перевод За 2000 лет Я это докажу В течении 5 минут Лучший перевод Вот этот синодальный На русском языке Патриарша Берите такую Только Библию Которая обязательно Восьмиконечный крест На ней И написано По благословению Патриарха У меня У меня такая Вот такая А другие Там перепечатывают Синодального Ну 11 книг нету Там Может что-то И упущено Там 14 глава Даниила 13 нету И все Наталья С Богом С Богом Спасибо Слава Христу Не спасибо А спаси Христос Спаси Христос Все Да храни тебя Господь Аминь Пусть благословит И мать вашу Во славу Божию До свидания Слава До свидания Наталья Тихонович Всего доброго Берите Слава Христу